А произошло вот что. На ледяную планету с огромной скоростью упал космический корабль. Понятное дело, что тут же Криоборд развалился на мелкие кусочки. Вот такие. А вот это самая ледяная планета с подземными, тёплыми пещерами. Пока Солнце не ушло за горизонт, у нас есть ещё время переправить людей с ледяной планеты в пещеры. Ну, сами понимаете, тут теплее, чем там, на поверхности. Как только космический корабль разбился об эту ледяную планету, космонавты начали присматриваться, куда улетели различные отсеки. О, ты только посмотри, во что превратился инженерный отсек. А лаборатория? Лабораторию уже не узнать. Отсек разработки с вот такой пробоиной и экспедиционный отсек. Да, его очень легко узнать по вот этому экспедиционному отсеку. По этой ледяной планете просто так не походишь, поэтому пригодятся вот такие дроны. В этом космическом приключении примут участие четыре отважных космонавта. У каждого космонавта в цвет его скафандра будет вот такая платформа. Это центр управления полётами дронов. Дронов у каждого космонавта немного, всего три штуки. И в начале партии, в трёх крайних левых доках, космонавты размещают свои дроны. После падения корабля на ледяную планету нам придётся собирать материалы из обломков судна. Вот это кристаллы, топливо, которое используется для производства энергии. Вот это органика, еда, вода для поддержания жизнедеятельности. Вот это техника, инструменты, чертежи и техническая информация. А это наниты, микроскопические роботы, которые могут создавать другие ресурсы. Теперь все игроки отмечают на своей платформе маркерами материалов один кристалл, одну органику, одну технику. И, внимание, да, ноль нанита. Нанита в начале партии ни у кого нет. Ну а теперь нужно выбрать первого игрока, потому что именно от него начнут ходить по часовой стрелке все остальные космонавты. И игрок в жёлтом скафандре у нас первый. Второй получит компенсацию за это. Он получит один дополнительный кристалл. Что получит третий? Третий получит и кристалл, и технику. А вот четвёртый получит, внимание, кристалл, технику и... Да, и одну органику. Вот такое распределение материалов. А теперь каждый игрок берёт один энергетический стержень и помещает его в первую ячейку на своей платформе. Когда космический корабль столкнулся с ледяной планетой, он разлетелся на мелкие кусочки, и по всей планете разлетелись капсулы с экипажем. Итак, корабль разлетелся на четыре отсека, и в каждом отсеке мы видим вот такие вот камеры анабиоза, в которых, да, мы видим капсулы экипажа. Только в экспедиционном отсеке по две капсулы, во всех остальных отсеках по одному. Но это капсулы только жёлтого. Где же остальные капсулы? А вот и оставшиеся капсулы экипажей. Пока что находятся в камерах анабиоза, и даже не предполагают, что они уже на ледяной планете, а не на космическом корабле. А теперь возьмём жетон ресурсов, и с космической скоростью распределим их на три стопки. Готово. А теперь нужно взять столько жетонов, сколько игроков, а именно четыре, и поместить по четыре жетона. Раз, два, три, четыре. В каждую вот такую ячейку. Нужно ещё сюда четыре, и сюда тоже четыре. Раз, два. А оставшиеся четыре жетона, ну да, мы их отправим в коробку. Мы их не найдём. Ну, а теперь первый жетон нужно перевернуть на нит. Здесь у нас, да, техника. Две техники. И, да, пожалуйста, разыграй карту, или возьми карту. То же самое нужно сделать и с вот этими жетонами. Готово. И в инженерном отсеке мы можем найти либо два кристалла, карту на нит и кристалл, либо технологию. Тут уж сам выбирай. В лаборатории очень вкусные две еды. А вот здесь вот еда со вкусом машинного масла. Здесь либо еда, либо техника, либо еда, либо кристалл. А в экспедиционном отсеке совсем нет жетонов ресурсов. Но ты понимаешь, что во время столкновения корабля с землёй некоторые доки пришли в негодность. А помогут разобраться, какие именно доки пришли в негодность вот эти буквы греческого алфавита. Для этого мы берём, собираем эти буквы, переворачиваем их и совершенно случайным образом должны выбрать. А вот сколько мы должны выбрать доков подскажут правила. Если играют четыре космонавта, значит четыре жетона повреждений должно быть на поле. И вот теперь абсолютно случайным образом мы достаем четыре дока. Давай ещё отсюда. И вот этот. И да, это оказывается ню. Это альфа. Это у нас йота. И это гамма. Вот именно в эти четыре дока ни при каких обстоятельствах не сможет приземлиться ваш дрон. Так что получилось, что инженерный отсек пострадал больше других. И вот этот док альфа и гамма до конца партии заблокированы. Лаборатория не пострадала. А вот отсек разработки с его отсеком йота немного пострадал. То же самое можно сказать про отсек ню. Этот отсек также заблокирован до конца партии. Так что посмотрите, всё не так уж и плохо, да? Вот столько жетонов пещер осталось у меня после того, как я распределил, не глядя, конечно же, пещеры по ледяной планете. И прямо сейчас мы узнаем, какая пещера здесь и здесь будет спасать вот этих людей, которые пока что спят в криокамерах. Но пора просыпаться. А теперь нужно взять жетоны ранних инцидентов и взять раз, два, три и четыре. И выложить их вот в эти отсеки. Раз, и здесь есть техника. Два, и здесь есть саботаж. И здесь также предполагается саботаж. А здесь можно найти кристалл. А оставшиеся жетоны инцидентов нужно положить вот сюда, на шкалу инцидентов. И причём в каждой стопке должно быть столько жетонов, сколько космонавтов на поле. То есть раз, два, три, четыре. Четыре жетона. А теперь каждый игрок тянет свои космонавтные руки к памятке. Да не одной. Каждый игрок получает две карты памятки. И теперь каждый космонавт получает в свои космические руки раз, два, три, четыре, пять карт. Но оставить у себя он сможет только три. Ну и давай раз, два, три. Оставим у себя. А вот эти две карты отправятся в сброс. Вот здесь у нас будет сброс. Сюда мы будем сбрасывать карты. А теперь скажем спасибо издательству Hobby Wall за то, что мы можем интересно побывать на ледяной планете и спасти в тёплых пещерах людей. И начнём партию. А как ты думаешь, что произошло на этом корабле, что он взял и упал на ледяную планету? Я думаю, что во всём виновата кнопка. И палец, который на неё нажал. Потому что ещё в лётной школе все пилоты узнают, на какие кнопки не нужно нажимать. Инструктор так и говорит. Никогда не нажимай на эту кнопку. Но стоит космонавтам отлететь на сотню миль от Земли, обязательно чьи-то руки тянутся к такой кнопке и нажимают её. Из-за этого и получаются вот такие ситуации. Вы же чувствуете, что всё уже готово к спасательной операции на ледяной планете. Пора её начинать. Игрок в жёлтом скафандре показывает на жетон первого игрока. И поэтому взлетает со своей платформы и отправляется, ну скажем, вот сюда. В лабораторию. Для того, чтобы, да, взять вот такой жетон ресурсов и не получить, не сразу получить эти две еды. Нет, он отправляет этот жетон вот сюда, чтобы настроить свою платформу. И когда дрон будет возвращаться, он будет получать по две органики. На этом ход жёлтого завершён. Только нужно взять и открыть следующий жетон и увидеть здесь, да, энергию. Энергия необходима. Но посмотрим, чем ответит вот этот чёрный дрон. Да, кстати говоря, он также может настроить свой пульт управления и отправить его, скажем, вот сюда, чтобы взять вот эти две техники. И как они хорошо будут смотреться здесь. Здесь он будет получать две, представляешь, сразу две техники, когда будет возвращать сюда свой дрон. Дроны пока что остаются на поле. И открывается следующий жетон. Ну, красный, сделай что-нибудь оригинальное. Хватит уже накапливать ресурсы. Он говорит, а как? Нам обязательно нужна, как ты понимаешь, да, нам нужна органика, чтобы пробуждать от анабиоза вот этих людей, которые в капсулах. И поэтому вот сюда мы направляем этот жетон и открываем следующий. Что там следующий? И посмотрим, да, здесь на выбор либо органика, либо техника. И, наконец, настройку своего планшета завершит игрок в синем скафандре. Он говорит, очень хорошо будет смотреться на НИТ. Понимаешь, да? Микроскопический робот, который может сымитировать любой из материалов. Но на НИТ есть и здесь. А здесь аж целых два кристалла. Мне кажется, неплохо получать именно два кристалла. Это мысли вслух игрока, который носит синий скафандр. Открывается следующий жетон. И что здесь? Да, здесь у нас и техника, и кристалл. Ну, вот и все. Это был первый круг. Ну, а теперь дроны запускает желтый. И куда же он запустит вот этот следующий дрон? Да, мест, как ты понимаешь, уже становится все меньше и меньше. А все-таки нужны какие-то ресурсы. Есть ли где-то возможность быстренько взять и заработать органику? Ну, да, наверное, есть. Давай возьмем, отправим сюда. И только нужно закончить настройку нашего планшета. Наверное, все-таки... Да, мы будем каждый раз на выбор либо тратить еду, либо технику. И брать одну капсулу из отсека анабиоза. Любого, собственно, отсека. И, да, они будут приземляться вот здесь, на этой платформе. Здорово настроили? Здорово. Ну, а теперь будет брать следующий дрон. Вот это, кстати, подожди, 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 подожди. Мы же только что взяли. Да, давай перевернем вот этот жетон. Это у нас еда. Еда. И вот только после этого посмотрим, что придумает у нас космонавт в коричневом скафандре, но который управляет черными дронами. И начнет этот космонавт с того, что отправит в утиль, да, вот целую акулу. Но поэтому, видишь, он получает раз одну технику и одну органику. И эта карта, да, идет в сброс. Она в игре появится только если закончится вот эта вот колода, и мы будем перемешивать сброс. Ну, а вот теперь, когда есть вот уже столько органики, мы начинаем управлять анабиозом. И начнем мы... Ну, с какой же, с какой же хочется... Здесь вот, видишь, здесь у нас жетон инцидента саботаж. Поэтому нужно как можно быстрее спасать отсюда, из отсека разработки и из лаборатории своих людей. Поэтому вот именно сюда направляет свой дрон. Давай называть его черный космонавт. Черный космонавт, и он тратит, посмотри, он может потратить до трех органики, чтобы спасти до трех своих капсул. Но он тратит, внимание, всего лишь раз, два, две. Две еды и спасает раз, два. Вот эти две капсулы, они тут же отправляются к нему на платформу. Можно еще одного отправить, а все, больше нельзя. Нужен транспорт. На транспорте мы также сможем размещать своих людей в капсулах. Красный, красный уже может взять и отозвать своего дрона. Но нет, но нет. Но нет. Давай посмотрим, может быть, он также провернет какой-то... Видишь, у него крот. После возвращения ваших дронов на платформу, вы можете выполнить одно дополнительное доступное действие на вашей платформе без размещения дрона. Но платформу нужно еще настроить. Поэтому давай-ка мы этим и займемся. Скажем, вот сюда направим какой-нибудь ресурс. Ну, так, чтобы на выбор. Но вообще-то нам хотелось бы получать. Да, давай-ка все-таки мы возьмем. И... Ну, куда же хочется. Все хочется. В начале партии здесь все хочется. Но многое не можется. Видишь, кристалл можно потратить и получить энергию, энергию, энергию. У нас пока, видишь, есть два этих кристалла. Но давай взлетим над этим полем и подумаем, куда же отправится красный дрон прямо сейчас. И все внимание красного дрона к отсеку разработки. Вот сюда направляет свой дрон, берет одну технику и, да, настраивает свою платформу. Теперь каждый раз, когда возвращаться будет дрон именно вот этот док, вот этот красный космонавт будет тратить одну технику, чтобы брать, спасать своих людей из камер анабиоза и отправлять их к себе на платформу. Ну, а что будет делать синий? У синего есть две органики, поэтому он, конечно же, займется тем, что будет, да, будет отправлять сюда и тратить две органики. Нет, нет, не сюда. Ну, зачем? Вот у нас самый опасный, опасный отсек лаборатории и отсек разработки. Ну-ка, давай сюда направим. И вот, да, это как раз управление анабиозом. Тратим. Сколько мы потратим? Мы потратим две. Две еды, две органики для того, чтобы спасти. Раз, два. Вот такие две капсулы. Фух. Пока что, пока что все спокойно в космосе. Ну, а теперь опять ход переходит к игроку в желтом скафандре, и он уже может отзывать свои дроны, чтобы, как ты понимаешь, получать ресурсы. Но он решает все-таки отправить еще одного на поле. А желтый прилетает в отсек разработки, чтобы потратить одну технику и либо получить, либо разыграть одну карту. Но мы будем задействовать этот компьютер. Мы тратим одну технику, чтобы разыграть карту. Внимание, пробуждение. Каждый ваш транспорт может вмещать на одну капсулу экопажа больше, когда вы выполняете действие управления анабиозом. Уменьшите общую стоимость на одну органику. Здорово. И мы разыгрываем эту карту вот таким образом, подкладывая ее сюда. И теперь, да, больше пробуждения у нас здесь мы не увидим. Да и зачем? У нас уже есть. Но теперь каждый транспорт будет вмещать. Уже видишь? Не две капсулы, а три. Не три, а четыре. Здорово придумал желтый. И теперь, ну, что придумает у нас черный космонавт? Либо отправлять дрон, либо возвращать свои два дрона. И все-таки черный космонавт решает отправить свой дрон вот сюда. Давай займем вот эту ячейку, вот этот док, для того, чтобы назначить в грузовой отсек всего лишь навсего одну капсулу. Но эту капсулу мы должны взять со своей платформы. И вот теперь куда? Ну, конечно же, вот сюда. Чтобы каждый раз, когда мы отзываем свои дроны, мы получали одну органику. Мне кажется, очень хорошее решение. У красного также есть один дрон. И он будет отправлять его вот сюда, чтобы взять один жетон и настроить платформу. Да, давай все-таки настроим вот таким образом. Либо органику, либо технику оплатим. И получаем один нанит, который можно использовать и для того, чтобы производить, внимание, разведку. Нужен нанит. Ну, а также, знаешь, нанит не помешает. Нанит – это очень полезный микроробот. Вот здесь появляется еще у нас. И причем, посмотри, какая красота. Тебе и кристалл, и органика. Но все доки уже заняты вокруг. И получить этот жетон возможно только после того, как один из этих доков освободится. Что будет делать синий? Ну, синий, видишь, вот у него есть его дрон. Здесь он спас своих. Да. А вот здесь нужно еще спасать. Но все доки заняты. И сюда не отправить свой дрон, чтобы спасти, скажем, хотя бы одну капсулу. Потому что сейчас саботаж случится. И вот эти все капсулы будут уничтожены. Поэтому что же делать? Нужно настраивать платформу. И для этого, ну что, предлагаю что-нибудь тратить. Или, обратим внимание, может быть, мы... Вы сможете смотреть закрытые жетоны пещер. Каждый транспорт вмещает. Мы знаем уже это. И вы можете размещать дроны в поврежденных доках. А это интересно. То есть, получается, что вот здесь можно будет размещать, если мы барана используем и подключим его свойства. Но, как ты понимаешь, для этого нужно сыграть. Для этого нужно сыграть вот в таком отсеке. Компьютер нужно подключать. Ну, а сейчас нам не до компьютера. Сейчас нам бы настроить свою платформу. Давай смотреть. Итак, чтобы получать энергию, либо спасать капсулы... Кстати говоря, да. Мы давай... Давай мы так и сделаем. Давай мы отправим вот сюда. Берем вот этот жетон. И настраиваем таким образом, чтобы... Да, отзывая сюда дрон, мы будем платить либо то, либо это. И спасать одну капсулу. Как здорово придумано. Посмотрим, что здесь. Посмотрим. Да, и здесь один кристалл. Ну, а теперь у желтого нет выбора. Ему нужно отзывать. Отзывать свои дроны. А для этого нужно выполнить три вот этих шага. Для начала спасти груз. Получить один материал за каждую капсулу экипажа в грузовом отсеке. В грузовом отсеке пока что нет капсул желтого игрока. Поэтому нужно устроить инцидент. Выберите один раскрытый жетон инцидента и примените его эффект. Но, да, здесь жетоны саботажа. Оставим их в покое. Здесь можно получить кристалл. А здесь технику. Именно этот жетон мы берем с собой. Отправим его рядом со своей платформы. Тут же получим эту технику. Для чего? Для того, чтобы ее потратить и спасти одну капсулу. Обязательно сейчас этим займемся. А посмотрим, что там. Да, здесь открывается энергия. Ну, а это еще не все. Нужно вернуть дроны. По одному за раз верните дроны с игрового поля в открытые доки на платформе. И выполните соответствующие действия. Ну, давай начнем. Итак, первый дрон возвращается вот в эту ячейку. И мы тут же получаем раз-два. Две органики. Когда мы будем возвращать сюда дрон, скажем, вот этот, мы должны будем потратить, ну что, одну технику или одну еду? Давай все-таки, наверное, еду одну потратим, потому что техники у нас и так мало. Одну еду потратили, чтобы тут же спасти одну капсулу из любой камеры анабиоза. Ну что же, давай смотреть. Скорее всего, нужно спасать вот эту камеру, вот эту капсулу. Потому что сейчас, посмотри, да, игрок в синем скафандре, скорее всего, возьмем... Ну, здесь-то он не будет, здесь у него есть своя капсула. А вот здесь его капсулы нет, поэтому вот этот отсек под раздачей. И поэтому, скорее всего, он будет применять этот жетон саботажа. Поэтому нужно отсюда как можно быстрее взять и спасти одну капсулу. Ну и остался еще один дрон, и он возвращается на платформу на любое место. И, видишь, платформа наша не настроена, чтобы получать энергию на нит или разыгрывать карты. Поэтому просто отправим его сюда, в любую ячейку. И на этом мы можем взять и отправить эту карту памятки обратно. Потому что на этом ход желтого завершен. Пора отзывать свои дроны игроку в черном скафандре. Для начала черный космонавт спасает груз. Он получает один материал за каждую капсулу экипажа в грузовом отсеке. То есть одну органику. Получите и останьтесь довольны. Ну а теперь, ну а теперь что? Ну не саботаж. Вот! Конечно же саботаж. Конечно же вот эти все капсулы уничтожены. И вот этот жетон саботажа отправляется вот в эту первую капсулу. Посмотрим, что здесь. Здесь у нас органика. Мирная органика. Но это что касается жетона саботажа. Теперь нужно вернуть дроны. И давайте по одному это сделаем. Для начала получим две техники. Раз, два. Это максимум. Больше техники не получить. Ну а дальше платформа не настроена. Поэтому мы смело можем взять эти два дрона. И по одному, как и требует правило, вернуть вот в эти доки. Да. Вот это очень радует черного космонавта. Но красный. У красного, кстати, очень хорошо настроен планшет. И прямо сейчас он начинает сначала со спасения груза. Но у красного в грузовом отсеке нет капсул. Поэтому спасать груз ему не получится. А вот устроить инцидент получится. И, конечно же, да как же спасти... А мы спасем обязательно вот эту капсулу. Только чуть позже. Сначала мы будем получать... Ну что, энергию? Энергию или... Или может быть... Вот. Да. Наверное, все-таки мы займемся мародерством. И начнем мы с того, что берем, получаем вот так одну органику. А этот жетон оставляем себе в качестве напоминания, что мы здесь устроили инцидент. И посмотри, что... И здесь саботаж! Опасная лаборатория. Очень опасная. Ну а теперь мы начнем возвращать по одному красные дроны. Первый дрон возвращается сюда. И тут же мы получаем и одну органику, и одну технику. Здорово. Теперь смотри. Да, наверное, все-таки мы вернем вот этот дрон вот сюда, чтобы потратить одну технику и спасти одну капсулу. Откуда? Ну, конечно же, отсюда. Или все-таки... Нет, синий игрок не будет уничтожать свои капсулы. Поэтому вот отсюда мы возьмем стоять, стоять, черная капсула, и спасем одну капсулу. Это мы сделали. Ну а теперь мы потратим либо органику, либо технику, чтобы получить один нанит. Наверное, все-таки технику. Да. Мы потратим одну технику и возвращаем один дрон вот сюда, чтобы техника потрачена. И получен первый нанит. Можно слегка выдохнуть. И теперь мы передаем доход игроку в синем скафандре. Ему отзывать свои дроны. Для того, чтобы отозвать дроны, нужно посмотреть на грузовой отсек. Да, здесь спасать груз не получится, и поэтому будем устраивать инцидент. Синий игрок, да, смотрит на вот этот отсек и вот эту одинокую фигуру. И она присоединяется к тем бочонкам, которые лежат уже рядом с полем. Этот инцидент устроен. И здесь, на этом месте, появляется, посмотри, во, отлично. Здесь мы можем либо получить карту, либо разыграть ее. Пора возвращать дроны. Первый отправляется вот сюда, и тут же мы получаем раз-два. Две, два кристалла. Ну, а теперь будем спасать, да, будем спасать. Только что тратить. Конечно же, мы будем тратить кристаллы. Давай возьмем этот дрон, отправим его сюда. И потратим один кристалл, чтобы спасти одну капсулу. Вот сюда у нас еще есть одно местечко, откуда будем спасать. Ну, здесь уже капсул нет. Может быть, вот отсюда? Да, вот отсюда мы и спасем одну капсулу. Я так понимаю, что в следующем круге здесь появится уже транспорт. И мы начнем постепенно разведывать вот эту ледяную планету вглубь. И отправлять сюда свои капсулы. Осталось только отправить вот этот дрон на любое место. Планшет дальше не настроен. И все, теперь можно взлетать. Для чего взлетать на такую высоту? Да потому что начинает ход космонавт в желтом скафандре. И отправляет свой дрон на ледяную планету. Желтый берет свой первый дрон и отправляет его в отсек разработки. Для того, чтобы потратить одну технику и разыграть одну карту. Одна техника потрачена и мотылек, внимание, уже отправляется вот сюда. Все. Мотылек готов к тому, чтобы переправлять капсулы вглубь планеты. Но, как ты понимаешь, это будет уже в следующий ход. Черный. Что будет делать Черный? У него есть, посмотри, баран, носорог. У него много техники. И что же он придумает? А он продолжит настраивать свой планшет. И отправит вот сюда дрон, чтобы взять вот такой жетон. Давай сразу откроем. Вот так, чтобы не забыть следующий жетон. И отправит он его, ну, конечно же, вот сюда. Чтобы тратить каждый раз либо кристалл, либо технику и получать на нит. На нит очень нужный материал. И посмотри, что открылось в отделе разработки. Да, и техника, и органика. Может быть, пора уже и получить ее. Но для этого нужно... Для этого нужно... Причем, посмотри, уже есть... Уже есть один на нит. А это значит, что можно произвести разведку. Может быть, и отправимся. Где у нас разведка? Вот, разведка. Нужно потратить энергию на нит и разведать. Мы так сейчас и сделаем. У нас есть одна капсула. Может быть... Может быть, чуть позже? Нет! Не позже. Мы тратим один на нит. Мы тратим одну энергию. Чтоб... Да, энергии стало совсем мало. И тут же мы разведаем либо вот эту пещеру, либо... Ну, а это больше. Давай все-таки ее и разведаем вот здесь. И приземляется наша капсула. Здорово была произведена разведка, а? У синего платформа уже забита капсулами. Поэтому нужно прямо сейчас прилететь в отдел разработки. Ну, скажем, вот сюда. И... Да. Задействовать компьютер. Одну технику потратить, чтобы разыграть одну карту. Давай так и сделаем. Темп техника задействована. И носорог... Рок... Рок идет. Да, теперь четыре. Мы можем прямо сейчас взять и вот так вот капсулы сюда переместить. Можем прямо это сделать. Мы можем это делать в любой момент. Это уже, знаешь... Это уже наше дело. Не надо лезть сюда. Но это выполнил игрок в синем скафандре. Что будет делать игрок в желтом? У него осталось еще чуть-чуть поднастроить платформу. Но и помнишь, что у него есть мотылек, который теперь вмещает... Да. На одну капсулу экипажа больше. И прямо сейчас со звуком... Взлетает дрон. И нужно уже... Как ты понимаешь? Да. Нужно уже управлять анабиозом. Только где? Здесь. Здесь ведь можно спасти побольше. Здесь саботаж. И здесь нужно спасать. Но здесь мы можем спасти максимум две капсулы. Но здесь мы сможем вот что сделать. Посмотри. Отправляем сюда дрон. И мы должны заплатить органику, чтобы отправить вот сюда капсулы. Но у нас есть пробуждение. Да. Каждый раз выполняйте действия управления анабиозом. Потому что стоимость на одну органику на одну органику уменьшаем. Таким образом, смотри. Раз, два. Ну, а третью... Да, третья это наша скидка. Поэтому мы можем взять раз, два, три. Три капсулы. И поместить их, ну, во-первых, вот сюда. Две. И третью... Да, да, да. Все, все. Уплотняем мотылька. Потому что каждый ваш транспорт может вмещать на одну капсулу экипажа. Больше. Ну вот, надо еще обязательно поднастроить эту платформу. Что будет делать черный космонавт? У него платформа настроена? Нет, не настроена. А что у него здесь есть? Тоже носорог. Баран может размещать в поврежденных доках. Это очень хорошо. Техники очень много. Куда улетел дрон? Ты посмотри, куда он улетел. Он улетел на производство. И теперь он может потратить до трех материалов любых, кроме нанита, и получить нанит. Будет он тратить технику. Раз, два, три. Раз, два, три. Три нанита получил. Для чего? Ну, это, наверное, для разведки. Следующий дрон полетит разведывать планету. И, скорее всего, разведает что-то уже в этой части. Но это уже будет в следующий раз. Так, у Красного. А что тут, Красный еще не запускал дроны? Это как так получилось? Очень хорошо получилось. Космонавт в Красном в скафандре летит вот сюда. Куда же, куда же? Вот сюда же. И берет вот этот же том, чтобы настроить. Да, он будет получать энергию. Когда будет тратить одну органику, получать одну энергию. Но, как ты понимаешь, это будет не сейчас. И здесь какой красивый жетон. Тут тебе и органика, и кристаллы. А вот синий, да. У него много кристаллов. Совсем нет органики и техники. Но что же ему делать? Сейчас все ведь начнут возвращать свои дроны. А тут у нас и вот есть жетоны саботажа. Поэтому давай-ка мы подумаем, что здесь есть повкуснее. Может быть, мы сможем... Слушай. А может быть, в грузовой отсек кого-нибудь отправить? А? Да нет. Нам же платформу нужно настроить. Вот сюда отправим. Вот сюда. Возьмем кристалл. И теперь, допустим, мы будем тратить кристаллы, чтобы получать нанит. Или карту разыгрывать. Как ты думаешь? Нет, все-таки нанит. Потому что, видишь, мы будем получать много кристаллов. Мы, конечно, их будем и тратить. Но кристаллов у нас полно. Поэтому вот так. Все. Здесь разместили. Новый. Посмотрим, что там в жетон. Да. Нанит. Один нанит. Второй нанит. Много здесь нанитов. И, наконец, желтый. Да желтый уже, в принципе, может взять и не размещать свой дрон. А взять, отозвать вот эти. Которые же есть. И провести, провести. Нет. Зачем же ему в лаборатории проводить саботаж? Не, не надо. Здесь есть его капсулы. Поэтому он возьмет дрон и придумает нечто другое. Давай-ка мы прилетим сначала вот сюда. Чтобы взять вот этот жетон. И, ты знаешь, хотелось бы настроить вот в этом месте платформу. Что-нибудь такое, знаешь, подороже и что-нибудь подешевле заплатить. Но давай-ка мы все-таки вот таким образом будем платить либо кристалл, либо органику. И получать энергию. Энергию. Ну, все. Желтый, говорит, у меня больше нет дронов. В следующий раз буду пытаться их отзывать. А вот у черного, у него есть и крест. И, кстати, посмотри, сколько у него нанита. Поэтому ему легче всего размещать вот этот дрон на поле. И черный дрон с приятным звуком отправляется производить разведку. Для этого нужно потратить энергию и нанит. Этого у нас полно. Я про нанит. Энергии не очень много. Но мы ее потратили. И поэтому мы берем одну капсулу. И теперь смотри, что будем разведывать. Либо эту. Ну, конечно же, вот эту. Побольше что? Вот это я понимаю грибы. И именно в этой пещере обосновался черный космонавт. Вернее, всего лишь навсего одна капсула. А вот красный космонавт будет постепенно пробуждать. Пробуждать? Ну, где же там? Или там? Где же пробуждать от анабиоза? Давай спасем всех из вот этого инженерного отсека. И потратим три. Да. Раз, два, три. Три органики потратили. И смотри. Раз, два, три. Чтобы, знаешь, так, спокойно смотреть на саботаж, который будут устраивать в инженерном отсеке. На этом все. На этом, я считаю, все. И Синий говорит. Ну, что, может быть, вам, знаешь, может, вам прямо сейчас взять и устроить саботаж? Может быть, взять, отозвать? А я так и сделаю. Вы знаете, я не могу на это смотреть. Вот, вот на то, как здесь стоят какие-то капсулы. И только ради этого, только ради этого он устраивает отзыв дронов. Да, но смотри, как это будет происходить. И первое, что он обращает внимание, это на спасательный, значит, груз. Нет, в этом отсеке нет синих капсул. Но теперь он устроит инцидент. Вот здесь он берет вот этот жетон. Вот эти капсулы отправляет. Да, ну куда отправляет? Подальше с ледяной планеты. И вот здесь появляется вот такой жетон саботажа. Что там дальше? И здесь еще один жетон саботажа. Отлично. Под ударом все. Ну, а теперь вернуть дроны по одному за раз на платформу. Давай смотреть. Первый дрон возвращается. Куда же возвращается? Ну, давай-ка вот сюда возвращается. Мы тратим один кристалл, чтобы спасти. Кого спасти? Мы будем спасать, наверное, вот здесь своего. Спасли. Отлично. Спасли. Этот почему-то решил убежать в экспедиционный отсек. Ничего не получится. И где еще? Вот у синего еще один дрон. И он его возвращает вот сюда. Он тратит один кристалл, чтобы тут же получить один нанит. Ну, вот так решил сделать игрок в синем скафандре. Нечего, знаешь, дожидаться, когда все, вот как здесь, все три дрона будут уже на поле. Желтый начинает отзывать дроны. В грузовом отсеке желтых бочонков нет. Бочонки так между собой космонавты называют криокамеры, в которых спят люди. Ну, а теперь нужно устроить инцидент. Нужно выбрать один раскрытый жетон инцидента и применить его эффект. Что, взять энергию? Или все-таки пожертвовать, конечно, одним своим, но и эти также уйдут в небытие ледяной планеты? Или все-таки получить один кристалл? Ну, знаешь, наверное, все-таки вот это. Вот это хорошее применение. Потому что мы получим, во-первых, одну энергию. Пригодится. А очень, очень бы хотелось сделать что-нибудь другое. Хотелось взять вот эту карту. Почему я так сделал? Почему я так сделал? Надо было взять вот, и этот жетон позволял нам разыграть эту карту, и мы бы смогли бы взять вот этот вот, видишь, разгон, тут же отправить сюда. Ну, ладно, уже сделали, получили энергию, все. Ну, а теперь начинаем отзывать дроны. Первый дрон возвращается вот сюда, и тут же мы получаем раз-два. Две органики. Ну, а дальше у нас настроен так планшет, что когда мы берем дрон и возвращаем его сюда, мы тратим либо-либо. Но техники у нас нет, но есть органика. Органику задействовали и тут же спасли один. Да, откуда будем спасать? Давай спасать вот отсюда. Срочно отсюда будем спасать. Потому что там у нас, да, одни саботажи в лаборатории. И, наконец, будем сейчас получать энергию. Да, мы будем получать энергию, потратив всего лишь навсего, но не органику. Давай кристалл. Давай кристалл потратили, чтобы получить еще одну энергию. Уже три энергии. Это хорошо. Ну, а теперь можем смело посмотреть, что придумает игрок в черном скафандре, который маскируется под коричневый, но черный. Он будет сейчас сначала смотреть, что там творится в грузовом отсеке. Единственная черная капсула пока что находится в единственном грузовом отсеке, и поэтому получаем одну органику. Ну, а теперь инцидент. Может быть, все-таки, да, может быть, все-таки разыграем карту или получим ее. Но ни в коем случае саботаж не будем мы, да, учинять в лаборатории, потому что здесь есть капсула. А, кстати, вот здесь, да, мы должны были открыть здесь. Посмотрите, что здесь. Так, здесь у нас техника. Итак, техника, карта, кристалл, либо саботаж. Что нам необходимо? Ну, у нас, так знаешь, так, в принципе, ну, техники, конечно, не так много, но, может быть, все-таки. Давай карту. Да, давай карту. Сразу откроем, чтобы не забыть, что здесь у нас. О, здесь у нас один нанит. Итак, мы кладем этот жетон инцидента и разыгрываем. Так, ну, как носорог, конечно, вместительный, но, может быть, все-таки сначала вы сможете смотреть закрытые жетоны пещер, когда разведывается новая пещера, получите указанные ней ресурсы. Ну, то есть, вот видишь, вот раз, раскрылась пещера, и сразу две техники мы получили. Но, правда, здесь ничего бы не получили. Но тут ведь еще много пещер, поэтому, может быть, все-таки сканирование возьмем. Или носорог. Давай, сначала носорог будет... Нам нужна техника, чтобы переправлять вглубь ледяной пещеры, поэтому носорог мы сыграли так. И теперь, вот теперь можно смело возвращать свои дроны. Этот дрон возвращается на это место, и у нас есть две техники. Раз-два. Так, у нас планшет настроен только так, чтобы мы тратим технику или кристалл получаем на нит. Пожалуйста, хорошо, будем так и делать. Хотя, конечно же, нужно в следующий раз позаботиться. Видишь, технику потратили, на нит получили. А теперь следующий... Следующий дрон просто... ...возвращается куда-нибудь. Ну, потому что дальше планшет наш не настроен. Посмотрим, что будет делать красный. А красный говорит, не, ребятушки, я сейчас полечу на эту ледяную планету и размещу где-нибудь вот этот вот красный дрон. Ну и давай в отсеке разработки займем вот этот док, чтобы задействовать компьютер. Да, мы тратим технику, чтобы разыграть карту. Техника потрачена. А какая карта? Ну, давай после возвращения. Да, после возвращения дронов на платформу вы можете выполнить одно дополнительное доступное действие на вашей платформе без размещения дрона. Видишь? Раз, два, три. Разместили, да? А одно доступное можем еще выполнить без размещения дрона. Ну, здорово. Автоматизация в действии. Да, и вот теперь... Так, тут я вижу, есть уже у носорога сколько тут? Ух ты, уже посмотри, уже три капсулы есть, да и четвертую можно переместить сюда, тут как угодно. Но куда мы будем размещать, скажем, вот этот дрон? Пора еще одной капсуле появиться в грузовом отсеке. И мы назначаем в грузовой отсек с помощью вот такой вот иконки. Но только вот куда? Давай возьмем, скажем, вот эту капсулу. И так, либо кристалл, либо... Нет, давай все-таки, давай все-таки мы будем органику получать. Потому что кристаллов синий, посмотри, да, кристаллы тут задействованы вовсю. А вот органики откуда взять, непонятно. Ну и теперь, да, желтый смело хватает вот этот первый дрон и размещает на ледяной планете. Желтому очень нравится вот именно эта пещера. Потому что, знаешь, чтобы здесь разместить свои капсулы, не нужно оплачивать никакие ресурсы. И поэтому считаем. Раз, два, три. Всего лишь три энергии. И так сюда приземляется дрон. Но даже не приземляется. Он как бы влетает в эту пещеру по стрелке и тратит раз, два, три. Три энергии. Давай ее потратим. У нас раз, два, три. Как раз три энергии есть. И мы берем мотылек. Да, со всеми вот этими капсулами. Мотылек. И можем разместить, ну, внимание, да. Либо в этой, либо в этой, либо, знаешь, поделить, как хотим. Но у нас нету две техники, чтобы оплатить. Да, видишь, у нас техника на нуле. Поэтому мы можем разместить только здесь. И поэтому здесь мы и размещаем все три капсулы. Причем очень удобно. Мы ничего не платим. А вот этот мотылек выполнил свое дело и отправляется в сброс. Вот так вот полетали. Хорошо. Спасли. Ну, а здесь мы берем первый дрон и отправляем. Итак, давай подумаем. Нам нужно, конечно же, нам нужно спасать как можно быстрее людей из анабиоза. Но для этого, видишь, у нас всего есть две органики. Нам бы побольше этой самой органики. И, может быть, их была не была. Мы размещаем вот здесь свой дрон и берем этот жетон. И получаем, внимание, мы получим одну органику и один кристалл. А вот это возьмем и сбросим. Да, вот этот жетон уже выполнил все, для чего был. Придуман на этой планете. Что будет делать красный? А красному ничего не остается делать, как отзывать. Отзывать свои дроны. Сначала в грузовом отсеке ничего не зарабатывает. Теперь инцидент. Да. Но давай смотреть. Здесь красный есть. Поэтому в лабораторию пока не смотрим. Так, здесь красный есть. Вот можно заработать себе один нанит. Здесь один кристалл. И здесь, ну, конечно же, конечно же, нанит. Ну, конечно же. Поэтому мы берем вот этот жетон. Тут же повышаем себе уровень нанита в космической крови. И посмотрим, что здесь открывается. И здесь открывается еще один нанита. Вот этот жетон отправляется сюда же. Что это за слово миссии? Но это когда мы будем вот так вот карты использовать. Вот так. Мы будем их сюда прятать. Но пока что никто не хочет отправлять туда карты в эти миссии. Поэтому это будет чуть позже. Сейчас нужно отозвать дроны. Первый дрон отзывается. И после возвращения ваших дронов на платформе можете получить одно дополнительное действие без размещения. Но сначала давай получать. Давай получать, смотри, одну органику, одну технику. А теперь давай подумаем, что мы будем выполнять без дрона. Да, в принципе, давай первого отзываем сюда. И тратим одну технику. Нетушки! Нет! Нет! Нам некуда размещать! У нас нет, у нас нет транспорта. Да уж. Ну ладно. Тогда давай размещать здесь. Тратим мы одну вот такую органику, чтобы получить одну энергию. Да? Ну, это же реально. Потому что у нас, смотри, у нас энергии совсем нет. Она на нуле. У нас есть один на нит, но энергии совсем нет. Ну и теперь, где там еще один дрон? Вот он, один дрон. Мы его тратим для того, чтобы, ну, конечно же, использовать вот эту технику, чтобы получить один нанит. Все-таки нанит это микророботы, которые могут, да, могут подстраиваться под любые материалы. Ну, а теперь, что придумает вот этот синий игрок в синем скафандре. Чтобы управлять анабиозом, нужна еда. И поэтому возьмем, разместим вот здесь дрон и, да, заберем себе на платформу вот такую еду. Но эта ячейка еще не настроена. Нужно отправить что-нибудь вот сюда, чтобы это заплатить и это получить. А как это сделать? Ну, это мы будем уже думать, когда ход дойдет до синего игрока. Желтый, желтый берет вот этот дрон. Так, смотрит, у него есть... Может быть, пора уже... Может быть, пора уже кого-нибудь разбудить, но для этого нужна еда. Да, давай все-таки... Что же нам делать? Нам нужно... Нам нужен розыгрыш... Конечно же, розыгрыш карты. Либо... Подожди, 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 подожди. Либо... У нас нету совсем... Ну, конечно же, у нас нет техники. Поэтому компьютер не задействовать. А вот если в утиль отправить эту карту, получится у нас и техника, и кристалл. Но в этом случае нам нужна будет еще карта. Ну, что же придумаем? Давай-ка мы отправим... Так, кстати, что здесь, интересно? Что здесь? А вот у нас одна еда, да? Одна еда. Давай настраивать таким образом, чтобы... Чтобы получить вот такую красоту. Давай, кстати, чтобы не забыть открыть. Да, здесь у нас на нит. И отправим этот жетон вот сюда. Мы это будем получать, если вот это будем платить. Но это еще нужно сюда разместить. А здесь, так... У черного дрон улетел. И вот эти вот неприятные для его соперников показатели, да еще и носорог, очень приятные для черного, но неприятные для соперников. Он размещает вот здесь свой дрон и берет... Да, давай-ка он все-таки возьмет три капсулы и потратит... Раз, два, три. Три вот этих самых. И здесь размести. Пока здесь пускай размещает. Да, носорог еще успеет вместить четыре себе капсулы. А теперь посмотрим на дроны красного игрока. У него... Да. У него, видишь, самое главное, ему нужен транспорт. Транспорт, мотылек, либо паук. Но тут надо думать. Кстати, подожди. У мотылька ведь энергосбережение. Потратить только одну энергию, чтобы дорваться до любого туннеля. Так что желтый не раз, два, три энергии должен был потратить. И так и сделаем. Да, конечно же. У него было, помнишь, вот сколько? Три. Он тратит всего лишь на всего одну энергию. Вот для чего нужен мотылек с энергосбережением. Ну вот, теперь совсем другое дело. А теперь... Да, теперь дрон красного. Ну вот, теперь можно совершенно спокойно, да, спокойно посмотреть, что будет делать на этой ледяной планете красный дрон. В отсек разработки приземляется красный дрон и должен задействовать компьютер. Технику, чтобы разыграть карту. Но вместо техники будет использован нанит. И мотылек, да, мотылек очень удобен именно из-за энергосбережения. Так, здесь у нас мы помним, помним про автомобиль. Ну а теперь у синего есть еще один дрон. И посмотрим. Да, совсем нет органики, но есть кое-что другое. И его дрон приземляется вот здесь для того, чтобы взять вот этот жетон. Посмотрим, что там. Там у нас одна энергия. И это все только для настройки. Настройки платформы. Да, он будет сбрасывать одну карту, чтобы получать две органики. Но тоже неплохо, да? У него ведь две карты есть. Ой, как не хочется сбрасывать карты, но придется. А теперь у желтого есть еще один дрон. Дрон желтого пролетает над всеми отсеками и говорит, ну, конечно же, я... Конечно же, ну, куда же мне? Куда же? Хочется, конечно же, спасти. Но, внимание, да, нужен транспорт. А чтобы транспорт разыграть, нужно задействовать компьютер. Как ты понимаешь, у нас нет техники. Либо, либо настроить, да, настроить планшет. Но здесь все такое дорогое. Посмотри, здесь и энергия. Здесь и... Может быть, все-таки получим мы. Получим. Давай направимся сюда. Возьмем этот жетон. Сбросим его. Да, кстати, это сразу откроем. Давай посмотрим, что... Ох, здесь сразу две техники. И получим. Так, давай. Одну органику и одну технику. Но этот жетон придется сбросить. Да. Но так захотел желтый скафандр. И теперь черный улетает с платформы. А черный подумал, что у него очень-очень много нанита. Посмотрим, что здесь. О, здесь, кстати, тоже жетон с двумя техниками. И отправит его либо сюда, либо сюда. Но все-таки энергия нужна. Поэтому будет тратить на них, чтобы получать энергию. Это решение черного. У красного. Но, скажем так, у него есть возможность разместить здесь двух. Ух, да. Потом, посмотри, после возвращения мы помним. И теперь мы берем дрон. Может быть, все-таки мы сможем... Мы сможем отправить... Нет, пока что энергии мало. Но давай тогда... Давай мы, знаешь, что придумаем? А мы прямо сейчас отправим этот дрон... Здесь, посмотри, как все в отсеке разработки. Все занято, да? Здесь осталось совсем чуть-чуть. Может быть, мы сможем получить на нит с помощью вот этого производства, да? Потратить эти... Взять два кристалла, да? А получить два нанита. Может быть, так. Но все-таки мы помним про вот этот... Да, про вот этот саботаж. Нам бы... Нам бы спасти вот этот бочонок. Но для этого, видишь, жирновато здесь разместить. Потратить один придется на нит, чтобы забрать этот бочонок. И спасти. Но, может быть, что-нибудь другое придумать. Может быть, разведку? Да, давай разведку. Давай все-таки разведка. Это всегда лучше. Мы тратим энергию на нит. И берем один бочонок. Вот смотри. Мы берем бочонок. Одну энергию потратили. Потратили. На нит ушел. И теперь... Ну что, подальше. Вот сюда. Или вот, смотри. Вот отсюда. Так, так, так. И вот аж сюда. Не-не-не, в большую пещеру давай. В большую пещеру мы размещаем здесь свой бочонок. Сюда будет очень сложно прилететь. Да, и мы не тратим вот эти два кристалла за размещение. Разведка прошла удачно. А у синего больше нет дронов для размещения. Поэтому нужно их отозвать. Для начала мы спасем груз. Внимание. Одну... Одну органику спасли. Отлично. Теперь устроим инцидент. Инцидент где будем устраивать? Ну, очень красивое место, где можно устроить инцидент. И мы здесь его и будем устраивать. Вот эти два бочонка сюда. А сюда мы направляем еще... Да, кстати, видишь, здесь появляется органика. Мирная лаборатория становится. А вот эти все отсеки... Ну, вот, посмотри, посмотри. Вот саботаж в действии. Ну, а теперь возвращаем дроны. Первый дрон возвращается вот на это место. И мы тут же получаем раз, два. Два кристалла. Давай еще одного дрона. Один дрон. И теперь нужно выбирать. Выбирать. Так, если здесь мы тратим... Кристалл получаем на нит. А здесь карту и получаем... Да, наверное, давай так и сделаем. Давай мы сбросим вот эту карту. Вот прямо сюда. В стопку сброса. И мы получим две органики. Раз, два. Ну, совсем другое дело. И, наконец, у нас еще есть один дрон, который возвращается. И либо мы спасаем капсулу, либо получаем на нит. Вот, я предлагаю спасти одну капсулу и для этого потратить один кристалл. Один кристалл потратили. И берем капсулу. Так, откуда мы ее будем спасать? Так, ну, предлагаю вот сюда. Знаешь, отсюда будет? Потому что... Ну, для того, чтобы задействовать анабиоз в этом отсеке, придется все отправлять. Дрон платить. А зачем? Вот он. Вот сюда к носорогу мы и присоединились. Здесь ведь четыре места. Да, четыре места и задействовано. А если мы задействуем свойства пробуждения, то каждый транспорт будет вмещать на одну капсулу экипажа больше. Да, еще и органики меньше будем тратить. Да, об этом мы подумаем уже в следующий раз. Но на этом мы отлетаем от синего, подлетаем к желтому, у которого также абсолютно нет дронов. Как вам? Это была только первая серия. Завтра встретимся на ледяной планете для того, чтобы узнать, космонавт в каком скафандре победил на этой ледяной планете. Кто набрал больше победных очков, пока что поставь лайк и подпишись на этот канал, если ты еще этого не сделал. С тобой был Сергей Анатольевич Любухин и канал youtube.com. Не жалей лайк, подпишись.